Мои приветствия всем, с вами Светлана Добробольская. Сегодня я хочу немного рассказать о том, как помочь себе чувствовать себя получше весной, в то время, когда наше самочувствие зависит во многом от погоды, от каких-то весенних блужданий гормональной нашей системы, от того, что после долгой зимы у нас накопился дефицит радости от недостатка солнца, и многие в это время чувствуют себя очень так, как на американских горках, то воодушевление, то вообще полный провал и разочарование в себе. И я хочу сосредоточиться на одном пункте, надеюсь, что мой опыт пригодится многим, и касается этот пункт претензий к себе. Дело в том, что в период, когда мы попадаем в серую полосу своей жизни, я уж не говорю про черную, мы часто обвиняем себя открыто или подсознательно, мы недовольны собой, но дело в том, что так же точно, как при общении с другими на фоне недовольства никогда не добьешь результата, так же точно и при общении с самим собой, при взаимодействии с самим собой, базовое отношение к себе, как к тому, который вызывает разочарование, не позволяет реализоваться и раскрыться нашим лучшим потенциалом, и вообще просто вынырнуть из той полосы, в которую мы по каким-то предыдущим своим шагам или сечению обстоятельств попали в данный момент. Я хочу сказать, что особенно это актуально весной, потому что в это время, несмотря на какие-то моменты, осложняющие наше самочувствие, очень часто бывают приливы энергии. Весной природа пробуждается, весной начинается движение соков растений, весной увеличивается солнечный день с каждым днем заметнее, совершенно другое небо, воздух, ветер. Если вы застряли в самоосуждении, вы пропускаете шанс воспользоваться этим энергетическим пакетом, ну как бы таким реактивным топливом, который поможет вам не просто вернуться в хорошее состояние, а подняться выше в своей жизненной перспективе. Поэтому вот мои простые советы. Во-первых, я прошу помнить, дорогие мои слушатели, о простой истине. Жизнь – это процесс, и в ней не имеет значения промежуточные результаты. Любой результат, каким бы он прекрасным или ужасным не был, это временное явление. Все меняется, все проходит, и выстают новые задачи, или новые очарования, или новые разочарования. Поэтому нет ничего, что было бы по-настоящему трагичным, пока вы живы в сценарии вашей жизни. Потому что пока у вас есть шанс изменяться, разворачиваются новые стороны вашей жизни. Вторая часть этой мысли заключается в том, что, в принципе, мы не можем быть прекрасными и совершенными сто процентов. Если бы это было так, нам незачем было бы жить на земле. Поэтому тот факт, что у нас случаются неудачные дни, неверные действия, вырвавшиеся слова, за которые нам потом обидны или стыдны, или там еще что-нибудь. Все это часть жизни. Точно так же, как кора на дереве имеет свои трещинки, шероховатости, точно так же, как лепестки цветов никогда не бывают абсолютно симметричными, точно так же наше с вами поведение не может быть идеальным. Примите это как просто часть реальности. Этого не может быть, и чтобы все было прекрасно. Поэтому вопрос не в том, что «Ах, что же мне так не везет?» или «Ах, как же я так смог, дурак, поступить?» А вопрос в том, почему я именно так поступил. Ну, не так бы вы ошиблись, так по-другому бы вы ошиблись. Вы к этому отнеситесь как просто к набору ступенек, по которым вы двигаетесь в том направлении, в которое выбрали. И известно, что успешные люди, будь то бизнесмены, или политики, или какие-то духовные учителя, многократно говорят о ценности ошибок, о том, что не совершает ошибок тот, кто не действует. И наше отношение к ошибкам как раз и является фундаментом нашей успешности. Потому что если мы рассматриваем любую неудачу как урок и инструмент, скрывающий занозу, скрытую в нас, мы вытаскиваем ее и идем дальше уже в этой области, уже как бы целостные, залеченные. Так вот, отношение к ошибкам как к хорошему явлению, о, я увидела камень на дороге, или увидел камеру на дороге, я сейчас его уберу, помогает настолько больше сохранить свой жизненный ресурс, что просто трудно передать словами, и трудно сравнить с какими-то другими источниками, будь то это физкультура, закаливание, дыхание или еще что-нибудь. Потому что самообичевание – это самый ресурсозатратный образ жизни. Поэтому вот это понимание того, что мир – это процесс, жизнь течет вперед, все меняется, ничто не является абсолютной точкой, и любое ваше какое-то нежелательное действие или неудачный день или что-нибудь еще надо переждать и прожить, по возможности понять, как просто смену погоды. И не всегда же светит яркое солнце, и вообще в конечном итоге дождик, который, может быть, зарядил на три дня, он так пропитает землю, что именно благодаря этому занудному дождю появятся удивительные всходы. Если относиться к своей жизни как к мудрому явлению, мы многого не понимаем в своей жизни, но если относиться к своей жизни и просто доверять этому процессу жизни, то вы, по крайней мере, сэкономите свой жизненный ресурс, связанный с тем, что в нужный момент воспользоваться возможностью. Потому что если мы зависаем на самообвинениях, недовольствии собой и разочаровании, то мы пропускаем те ситуации, в которых мы могли бы сделать шаг вперед. Есть такой прием, я пришла его, наверное, годик назад, не помню даже в каком-то автологическом прогнозе, что в неблагоприятные дни заведите себя за правило, заранее знайте, что вот вы сегодня совершите пять ошибок, например. И когда у вас какая-то случается неприятность, вы себе вычеркните, о, на одну меньше уже, на вторую меньше, уже меньше осталось. Ну реально я хочу сказать, что если человек живет достаточно осознанно, то больше пяти ошибок он и не совершит в день, а чаще меньше, у вас даже получается бонус, если вы совершили там три момента, в которых вы разочарованы, вы подумаете, ага, хорошо, я молодец, меньше пяти. То есть вот это отношение к себе, как к человеку, которого вы любите, в настоящем смысле слова, я подразумеваю под этим словом не какие-то романтические взаимные привязанности, а я подразумеваю под словом любовь, главное, восхищение, признательность и веру в человека. Так вот, если вы относитесь к себе с такими чувствами, то вы сумеете воспользоваться неудачными моментами для того, чтобы либо освободиться от каких-то заблуждений, либо просто, ну как бы, затаиться перед движением вперед, перед прыжком, перед новым шагом. Однажды к одному известному раввину пришел человек, владеющий крупными капиталами и старающийся жить в согласии с религиозными канонами, он много благотворительности оказывал, это было где-то в середине прошлого века ситуация, он был очень заботливый отец, в общем, старался жить правильно, и вот у него череда неудач, разорений, совершенно непонятных для него, для человека, который в согласии с Богом, как бы ему казалось. И он пришел к Риме Шнерсону, это удивительный человек был в 20 веке, в честь этого человека назван День знаний в Америке, вот, и говорит, что такое, у меня вот все разрушается, в чем я не прав, в чем я вот, в чем я нарушаю божественные законы. А мудрец ему говорит, прыгните на столб, тут вообще в растерянности слушает, то есть как, то есть мужчина в возрасте, грузной фигуры, стоит рядом со столом, за которым сидит Рэбби, и Рэбби ему говорит, ну, вы запрыгните на стол, тот говорит, я не могу, а если вы отойдете шагов на 10 и разбежитесь, сможете? Присядете и разбежитесь? Он говорит, ну, наверное, попробую. Вот так же в нашей жизни нам иногда нужно отойти и присесть, прежде чем мы прыгнем выше. Поэтому отношение к своим неудачам, как к влацдарму, и потом эти неудачи, это только кажется неудачей, потому что, как правило, когда проходит время, мы понимаем, что это был наш капитал. Но, к сожалению, мелочи, вот мелочи, которые происходят в жизни, ну, начиная от пролитого чая, там, на костюм, перед тем, как вы идете на работу и кончая опозданием, там, в связи с пробкой на дороге, то есть эти мелочи, они отнимают настолько много сил и возможностей, что важно отнестись к ним как к значимым моментам. Важно принять их заранее и вот включить в свой списочек неудач или ошибок, чтобы вычеркнуть, о, на одну меньше уже неприятность произошло. И тогда в те моменты, когда у вас благоприятно складывается вокруг вашей атмосферы, когда вы чувствуете себя лучше и оптимистичнее, когда на улице солнце, когда вас понимают и поддерживают ваши окружающие, близкие, вы в полной мере можете насладиться этим процессом. И я желаю вам уважения к своему потенциалу. Верьте в себя так, как вы бы хотели, чтобы в вас верили ваши близкие люди. Доверяйте себе, не понимая, куда даже вас двигает жизнь, просто доверяйте себе, если вы чувствуете, что душа ваша как-то согласна с этим течением, хотя, может быть, ум протестует. И тогда вот эта весенняя перетрубация, типичная для, особенно, жителей городов, она для вас пройдет гораздо менее затратно. И вы быстрее обновитесь и будете процветать. С вами была Светлана Добровольская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова